Мадридский Реал является клубом, в котором мечтает выступать практически каждый футболист. Руководство Сливочных готово обеспечить игроков не только деньгами, но и шикарными условиями для тренировок и развития. В эту команду чаще всего попадают проверенные звезды, но в 21 веке Реал также немало делал ставку на молодежь. Многие игроки на свой страх и риск приходили на перспективу, не боясь при этом жестокой конкуренции. Иногда риск более чем оправдывался, а иногда футболист так и не смог достичь своей мечты и пробиться в основной состав. Сегодня мы расскажем вам о лучших молодых игроках до 21 года, которых Реал приглашал в этом веке. Перед началом ответьте на вопрос, кто из них забил больше голов за Сливочных? Чичарито, Мариана Диас, Роберто Сальдадо, Хавьер Савиола. Свои варианты вы можете написать в комментариях, а мы начинаем. Такифуса Куба. Свободный агент. В юности японский полузащитник попал в Академию Каталонской Барселоны, куда поступил в 10 лет. В Ла-Массии молодой талант не смог закрепиться и спустя 4 года уехал обратно на родину. Судьба так сложилась, что уже в зрелом возрасте, в 18 лет, Такифуса попал в стан самых принципиальных соперников Барселоны в лице мадридского Реала. Королевскому клубу японец достался совершенно бесплатно, ведь у игрока закончился контракт с Токио. В силу молодого возраста и наличия в команде суперзвезд, Реал не смог сразу предоставить Куба возможность заиграть в основном составе. По этой причине руководство Сливочных регулярно отправляло футболистов в аренду. Такифуса за несколько лет успел поиграть за такие клубы, как Мальорка, Вильяриал и Хитафи. Полузащитник набрался опыта, но не смог показать чего-то особенного. Летом 2022 года в Реале поняли, что Куба не тянет даже на роль игрока ротации, поэтому японцев в конечном итоге продали в Реал Седат. В составе этого клуба Такифуса как назло начал раскрываться. Свой первый сезон Такифуса закончил с 9 голами и 7 результативными передачами в чемпионате и помог своей команде квалифицироваться в Лигу чемпионов. В этой кампании прогресс Куба продолжился, полузащитник к сегодняшнему дню забил 7 голов и отдал 3 ассиста в чемпионате. А в Лиге чемпионов помог Соседату дойти до 1-8 финала. Такифуса трижды попадал в команду недели Ла Лиги. Японец настолько ударно начал сезон, что болельщики Реала уже осенью требовали у руководства воспользоваться первоочередным правом выкупа и вернуть Куба в команду. Нельзя исключать, что подобный сценарий произойдет летом, но в 22-летнем японце заинтересованы и другие топ-клубы, включая команды из зарубежных чемпионатов. Мартин Эдегар. 2 миллиона 800 тысяч евро. Норвежский хавбэк оказался в мадридском Реале в 2015 году в возрасте 16 лет. В первом же сезоне полузащитник дебютировал за основу королевского клуба, но провел всего один матч в Ла Лиге и в основном выступал на уровне Академии. В 2016 году Эдегар начал ездить по арендам. Сперва футболист провел два сезона в составе Херенвена, но ничем особенным не запомнился. Зато в составе Витеса Мартин смог показать хороший футбол и закончить кампанию 18-19 с 8 уголами и 11 ассистами в чемпионате Нидерландов. В следующем сезоне Эдегар наконец попробовал свои силы в топ-чемпионате и довольно неплохо проявил себя в Реал Соседаде, набрав 4 плюс 6 за весь розыгрыш Ла Лиги. Выступления Мартина понравились сливочным и в кампании 2021 полузащитник наконец получил шанс проявить себя в первой команде. К сожалению, роль основного игрока на Сантьего Бернабеу так и осталась неизбыточной мечтой норвежца. В первой половине кампании 2021 хаффбэк провел всего 7 матчей в чемпионате, после чего ушел в аренду в лондонский арсенал. В команде Микеле Артеты Мартин показал себя довольно неплохо, хоть и не отметился особой результативностью. Как бы там ни было, летом 2021 года канонеры решили выкупить полузащитника на постоянной основе и заплатили Реалу 35 миллионов евро. В арсенале Эдегар быстро начал раскрывать свой потенциал и стал одним из ключевых игроков команды. Сейчас 25-летний Мартин является капитаном канонеров и одним из лучших игроков премьер-лиги. Прошлый сезон оказался для него самым результативным в карьере, с 15 голами и 8 ассистами в чемпионате, что помогло арсеналу финишировать на втором месте. В этой кампании на счету Эдегара 6 плюс 6 ВПЛ, от этого норвежец не перестал быть менее важным игроком для своей команды. Реал сейчас явно не задумывается о возвращении Мартина. С полузащитой у сливочных и так все в порядке, да и к тому же у Эдегара есть контракт с арсеналом до 2028 года. Несколько месяцев назад в интервью Мартин намекнул, что у него осталась обида на Реал. Это стало понятно по словам. Если бы я был испанцем, мне бы точно дали шанс. Марко Асенсио. 3 миллиона 900 тысяч евро. Испанский полузащитник перешел в Реал летом 2015 года в возрасте 19 лет. Перед своим трансфером на Сантьяго Барнабео Хавбек провел довольно продуктивную кампанию в составе Мальорки, забив 6 голов и отдав 8 ассистов во втором дивизионе. После трансфера Марко руководство сливочных сразу же отдало его в аренду в каталонский Эспаньол. Дебютная кампания в Ла Лиге сложилась для полузащитника более чем удачно. Асенсио забил в чемпионате 4 мяча и отдал 13 голевых передач, став одним из лучших ассистентов турнира. Благодаря этому Марко получил шанс проявить себя в основном составе Реала в сезоне 16-17. В первой кампании в футболке Реала Асенсио был игроком ротации, но при этом сыграл важную роль в победе в Ла Лиге и Лиге чемпионов. В чемпионате Хавбек набрал 3 плюс 2, что нельзя назвать впечатляющими цифрами. Зато Асенсио отметился голом в главном матче сезона, поразив ворота Ювентуса в финале Лиги чемпионов. Болельщики Реала ожидали, что в последующие годы Марко продолжит расти и со временем станет суперзвездой. В будущем результативность испанца немного выросла, но полузащитник так и не смог оправдать ожидания болельщиков. За все пребывание на Сантьяго Бернамбео Асенсио провел 286 матчей, где забил 61 гол и отдал 32 асиста. Асенсио выиграл с командой 3 Лиги чемпионов, 3 Чемпионата и Кубок Испании. В конце прошлого сезона Марко хотел получить прибавку к зарплате и более важную роль по новому контракту. Руководство Реала не удовлетворило требования игрока и по этой же причине полузащитник летом на правах свободного агента перебрался в ПСЖ. В Париж 28-летний хаффбэк пока не сделал долгожданного шага вперед. В этом сезоне испанец пропустил много матчей из-за травмы, а в проведенных 11 играх чемпионата отметился всего 4-мя голами и 2-мя асистами. Казимиро. 6 миллионов евро. Опорный полузащитник попал в Мадридский Реал в январе 2013-го в возрасте 20 лет, когда перешел из Сан-Паулу. В кампании 13-14 бразилиц провел всего 12 матчей в чемпионате и отметился одним ассистом. Казимиро не играл важные роли и проигрывал конкуренцию более опытным полузащитникам. Зато футболисту удалось в первом же сезоне выиграть Лигу чемпионов и Кубок Испании. В сезоне 14-15 хаффбэк не захотел сидеть на скамейке запасных и отправился в аренду в Порту. В составе драконов бразилиц провел отличный отрезок и уже летом 2015 года вернулся в Реал совершенно другим футболистом. Большую часть сезона 15-16 Казимиро являлся основным полузащитником сливочных и помог команде выиграть Лигу чемпионов. В последующие годы хаффбэк стремительно прогрессировал и в будущем превратился в одного из лучших опорников планеты. Казимиро стабильно демонстрировал топ-уровень на протяжении нескольких сезонов и отлично взаимодействовал в связке с Тони Кроссом и Лукой Модричем. Полузащитник был мастером отборов и перехватов и помог королевскому клубу выиграть уйму титулов. Казимиро задержался в Реале до 2022 года. За этот срок бразилиц провел в сливочной футболке 336 матчей, выиграл два кубка, три чемпионата Испании и пять трофеев Лиги чемпионов. По окончании сезона 21-22 бразилиц получил предложение от Манчестер Юнайтед с внушительной зарплатой в размере 21 миллиона евро в год. Полузащитник принял решение покинуть Реал и перебраться на Туманный Альбион. В первом сезоне Казимиро отлично показал себя в АПЛ и помог Манчестер Юнайтед выиграть Кубок Лиги и финишировать в чемпионате на третьем месте. Правда, в этой кампании 32-летний хаффбэк столкнулся со спадом и травмами. Ходят слухи, что Казимиро могут продать уже ближайшим летом, но следующим пунктом назначения игрока наверняка будет команда за пределами Европы. Марселло. 6,5 миллионов евро. Трансфер левого защитника наверняка можно назвать одним из лучших в истории королевского клуба. Бразилец оказался в стане сливочных в январе 2007 года в возрасте 18 лет, когда перешел из Флуминенса. Реал покупал Марселло для долгосрочной замены Роберто Карлосу. В первые полгода на Сантьяго Барнабе у Марселло учился у легендарного партнера, пока тот не покинул команду летом 2007-го. После ухода Карлоса юный бразилец сходу заменил своего соотечественника в стартовом составе. С каждым годом фуллбэк прогрессировал все больше и больше и со временем стал одним из лучших левых защитников планеты. Марселло более чем оправдал скромные инвестиции в свой трансфер. Бразилец был хорош в обороне, но при этом приносил огромную пользу в атаке. Марселло провел в составе Реала 15,5 лет и отыграл 546 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 103 ассиста. Бразилец пять раз побеждал с командой в Лиге чемпионов, шесть раз брал Ла Лигу и дважды выигрывал Кубок Испании. Летом 2022 года Марселло покинул сливочных на правах свободного агента. Сейчас 35-летний бразилец выступает на родине за Флуминенца, в составе которого недавно выиграл Кубок Либертадорос. Рафаэль Варан. 11 миллионов евро. Летом 2011 года центральный защитник перешел в Реал из Ланца. На момент трансфера французскому футболисту было всего 18 лет. Главный тренер Жозе Маурини увидел в Рафаэле очень перспективного игрока и в первом же сезоне позволил ему отыграть 680 минут в Ла Лиге, несмотря на большую конкуренцию в центре обороны. Год за годом Варан постепенно прогрессировал и вырос в основного защитника Реала. Уже под руководством Карла Анчелотти Рафаэль начал регулярно выходить в стартовом составе, а со временем заработал себе статус одного из лучших центральных защитников планеты. Варан был особенно эффективен в связке с Серхио Рамосом, ведь эта парочка помогла Реалу выиграть немало трофеев. Варан задержался в Реале до лета 2021 года и успел провести за королевский клуб ровно 360 матчей во всех турнирах. Ровно за 10 лет футболист выиграл с командой 4 Лиги чемпионов и 3 Чемпионата Испании. На данный момент 30-летний француз проводит третий сезон в составе Манчестер Юнайтед. Свой самый стабильный футбол в красной футболке Рафаэль показал в прошлом сезоне, но сейчас защитник вновь испытывает спад. Как и в случае с Казимира, защитник вполне может быть продан грядущим летом. Королевский клуб приобрел нападающего у Риверплейта в январе 2007 года. Аргентинец прибыл на Сантьяго Барнабеу в 19 лет. Первые полтора года у футболиста ушли на адаптацию, но в сезоне 08-09 Игуаин забил 22 гола в чемпионате Испании и заткнул хейтером рты. Летом 2009-го атака Реала усилилась такими звездами, как Криштиану Роналду, Кака и Карим Бензима. Впрочем, Игуаин не остался в тени этих игроков и закончил сезон 9-10 с 27 голами в чемпионате и стал лучшим бомбардиром Реала в национальном первенстве. Из-за травмы спины компания 10-11 выдалась для аргентинца не особо результативной, но в сезоне 11-12 Гонсало вновь показал свои бомбардирские навыки, забив 22 гола в чемпионате. Компания 12-13 стала последней для Игуаина футболки Реала, и в ней он отменился 16 забитыми мячами в Ла Лиге. Руководство Сливочных решило сделать ставку на Карима Бензима и продать Гонсало. Аргентинец успел провести за Сливочных 261 матч и записать на свой счет 121 гол и 56 ассистов во всех турнирах, а также выиграть три чемпионата Испании. В 2013 году Игуаин оказался в Наполе, где вновь доказал, что является одним из лучших форвардов планеты. В сезоне 15-16 Игуаин забил 36 голов в 35 матчах чемпионата Италии, и таким образом установил рекорд соревнования по количеству забитых мячей за компанию. Сразу после этого туринский Ювентус выложил за форварда рекордные 90 миллионов евро и забрал его себе. В стане старой сеньоры аргентинец выиграл три чемпионата Италии, но не особо оправдал ожидания. Игуаин также успел поиграть в такие клубы, как Милан и Челси, с которым выиграл Лигу Европы. Свою профессиональную карьеру Гонсало завершил прошлым летом в 35 в составе Интер-Майами. Месут Азил – 18 миллионов евро. Немец перебрался в Мадридский Реал летом 2010 года в возрасте 21 года. Перед трансфером в стан сливочных полузащитник отметился 12-ю голами и 31-м ассистом в двух последних розыгрышах Бундеслиги в составе Бременского Вердера. Также хаффбэк впечатляюще провел чемпионат мира, где помог сборной Германии дойти до полуфинала. Месут сходу начал доказывать болельщикам Реала, что руководство не прогадалось его трансфером. Первый сезон Азил закончил с шестью голами и 19-ю ассистами в чемпионате Испании. Столько же голевых передач Месут отдал во второй кампании и лишь в третьем для себя розыгрыша Ла Лиги ограничился 16-ю ассистами. К сожалению, Азил задержался в Реале всего на три сезона. Месут не хотел покидать команду летом 2013 года и был уверен в том, что заслуживает находиться в команде. Тем не менее, руководство купило за бешеные деньги Гаррета Бейла и решило продать Азила в лондонский арсенал за 47 миллионов евро. В составе Реала Месут выиграл чемпионат и Кубок Испании, но именно после его ухода клуб начал штамповать победы в Лиге Чемпионов. На Эмирейтс полузащитник не был столь же популярен, как на Сантьяго Барнабелл. Болельщикам арсенала Азил запомнился как нестабильный игрок, который порой может творить волшебство. Лучшим сезоном Азила в составе канонеров стала компания 15-16 с шестью голами и девятнадцатью ассистами в премьер-лиге. К сожалению, начиная с 2017 года Месут начинал все больше и больше сбавлять обороты. В 2020 году полузащитник покинул арсенал и отправился на историческую родину в Турцию, где в прошлом сезоне завершил карьеру в возрасте 34 лет. В августе 2005-го бразильцу был 21 год, когда к нему поступило предложение от мадридского Реала. Талантливый вингер с радостью подписал контракт со сливочными и пришел в команду в статусе одного из самых перспективных игроков планеты. В первом же сезоне Робиньо стал очень важным игроком для Реала и закончил сезон с восьмию голами и шестью результативными передачами. В последующие пару лет бразильец продолжал радовать публику невероятной техникой и дриблингом. Впрочем, нападающий так и не смог сделать шаг вперед в развитии, которого от него так долго ждали болельщики. По слухам, футболист вел разгульный образ жизни. Он часто баловался алкоголем и проводил время в ночных клубах. Несмотря на то, что сезон 07-08 выдался лучшим для Робиньо на Сантьего Бронабеу с одинностью голами и восьмию ассистами в чемпионате, руководство приняло решение продать игрока в Манчестер-Сити за 43 миллиона евро. В будущем Реал точно не пожалел о сделанном выборе. В Англии бразилец с треском провалился, после чего попал в Милан. Период в серии А выдался для бразильца довольно неплохим, но желаемого уровня суперзвезды нападающий так и не достиг. Вплоть до конца карьеры Робиньо выступал в таких странах, как Бразилия, Китай и Турция. В 2020 году футболист вернулся в Сантос, где и повесил бутсы на гвоздь. А ведь игрок обладал таким потенциалом, что при должном уровне самоотдачи на тренировках он вполне мог войти в ряды великих. В свое время левый защитник провел несколько лет в Академии Мадридского Атлетика. После успешной аренды в Алавесе в сезоне 16-17 матрасники готовились дать футболисту возможность дебютировать за основную команду. Тем не менее, этому так и не суждено было случиться, ведь 19-летнего Эрнандеса в конечном итоге неожиданно купили соседи Атлетико из Реала. Тео сделали запасным левым защитником на кампанию 17-18. В конкурентах у француза был звездный Марселло, поэтому игроку удалось провести лишь 13 матчей в чемпионате. В этих поединках Эрнандес ничем особенным не отметился, зато в единственном сезоне за Реал Тео сумел выиграть Лигу чемпионов, проведя в турнире три поединка. Кампанию 18-19 француз провел на правах аренды за Реал Соседат, но затем Королевский клуб принял решение продать защитника на постоянной основе в Милан. Росанери заплатили за трансфер 22 миллиона 800 тысяч евро и в последующие годы явно не пожалели о принятом решении. В настоящий момент Эрнандес считается одним из лучших левых защитников планеты. Футболист невероятно хорош в атаке, о чем говорит банальная статистика. В 200 матчах за Милан во всех турнирах Тео отметился 38 уголами и 37 ассистами, что является невероятным показателем для фуллбека. 26-летний француз уже длительное время находится на радаре у других топ-клубов. Возможно, повышение игрока состоится уже ближайшим летом. По слухам, Эрнандесом интересуется мюнхенская Бавария, которая хочет купить Тео на замену Альфонсо Дэвису. К слову, канадцы сейчас как раз активно сватают с переходом в Реал. Серхио Рамос. 27 миллионов евро. В конце лета 2005 года 19-летний защитник согласился на трансфер в мадридский Реал. Руководство Сливочных осталось под большим впечатлением от выступлений талантливого испанца в составе Севильи. Молодой Рамос, несмотря на свой возраст и большую конкуренцию, сразу же стал основным защитником королевского клуба. В первые годы Серхио мог выступить как в центре, так и на фланге обороны. В будущем футболист перестал играть фуллбека и закрепился на центральной позиции. Рамос в составе Реала вышел на уровень одного из лучших защитников планеты, а помимо всего прочего показывал неплохую результативность как для игрока обороны. Об этом сполна говорит тот факт, что Рамос в настоящий момент является пятым, самым забивным защитником в истории футбола, со 139 голами. Помимо своих талантов в атаке, Рамос также отмечался проблемами с дисциплиной, ведь в футболке Реала он умудрился получить целых 226 желтых и 29 красных карточек. Как бы там ни было, Рамос вошел в историю как один из лучших игроков в истории Сливочных. Он задержался на Сантьяго Барнабеу на 16 лет и провел за компанию 671 матч, что является пятым показателем в истории Реала. Серхио четырежды выигрывал с клубом Лигу Чемпионов и забивал в двух финалах. Также защитник пять раз побеждал со Сливочными в чемпионате и два раза в Кубке Испании. Летом 2021 года Рамос покинул Реал на правах свободного агента и перешел в ПСЖ, но в Париже ничего особенного не показал. Сейчас 37-летний Рамос выступает за родную Севилью, в которую вернулся в сентябре. ИСКО. 30 миллионов евро. Испания с 2011 по 2013 год провел впечатляющие два сезона в составе Малаги, где отметился 14-ю голами и 5-ю ассистами в чемпионате. Также хаффбэк зажигал в Лиге Чемпионов, где в кампании 12-13 набрал 3 плюс 4 по системе гол плюс пас. Летом 2013-го 21-летнего полузащитника приобрел матрицкий Реал. В первом же сезоне ИСКО начал показывать хороший футбол. Он забил 8 голов и отдал 7 ассистов в Ла Лиге, а также помог Реалу выиграть Кубок Испании и Лигу Чемпионов. С годами конкуренция в стане сливочных усиливалась, но ИСКО продолжал держаться на плаву. Тем не менее, болельщики постоянно ожидали от футболиста прорыв, который ему так и не удалось совершить. Испанец так и не достиг своего потолка, к которому стремился. Его лучшим сезоном в плане результативности оказалась кампания 16-17, где футболист отметился 10-ю голами и 8-ю ассистами в Ла Лиге. ИСКО задержался в Реале вплоть до лета 2022 года. В последние годы на Сантьяго Барнабеу испанец был крайне нестабилен и стал разочарованием для болельщиков. Полузащитник не соответствовал большой зарплате, которую получал. Так или иначе, ИСКО выиграл с Реалом 5 трофеев Лиги Чемпионов, 3 чемпионата и 1 Кубок Испании. В настоящий момент 31-летний хаффбэк выступает за Бетис, в составе которого в этом сезоне показывает хороший футбол, 6-ю голами и 3-мя ассистами в чемпионате. В августе 2015 года 21-летний Хорват перешел в Мадридский Реал из Миланского Интера, где ранее провел три неплохих сезона. По прибытии на Сантьяго Барнабеу полузащитник был полон решимости завоевать место в стартовом составе, но, к сожалению, у Матео это не получилось. Хаффбэк проиграл конкуренцию Казимира, Тони Кроссу и Луки Модриджу, которые застолбили за собой центр поля. Ковачич выполнял функцию игрока ротации и выходил на поле, чтобы подменять своих партнеров в случае травмы или усталости. В таком духе Матео провел в Реале три сезона, за которые выиграл три Лиги Чемпионов и Чемпионат Испании. Летом 2018 года Ковачич на правах аренды перешел в лондонский Челси, в составе которого, наконец, стал основным и выиграл Лигу Европы. Синие выкупили Хорвата на постоянной основе за 45 миллионов евро и в будущем не пожалели о принятом решении. Ковачич несколько сезонов был одним из важнейших игроков для Челси. В 2021 году Матео выиграл с клубом Лигу Чемпионов, которая стала для него четвертой в карьере. К слову, в полуфинале того розыгрыша синий как раз выбили мадридский Реал. В составе Челси Ковачич задержался вплоть до прошлого лета, пока не перешел в Манчестер-Сити. В стане горожан 29-летний полузащитник сейчас является игроком ротации и надеется выиграть свой первый в карьере титул АПЛ. Как бы там ни было, вряд ли Реал жалеет о продаже Матео, ведь полузащита королевского клуба в последние годы и так была в полном порядке. Родриго. 45 миллионов евро. В конце десятых руководство королевского клуба приступило к омоложению атакующей линии и решило сделать ставку на бразильских игроков. Одним из приглашенных футболистов как раз и стал 18-летний Родриго, за которого Сантос получил внушительную сумму компенсации. В первые два года бразильцу пришлось довольно сложно. Молодой талант постепенно адаптировался к реалям европейского футбола, но в сезоне 21-22 ему наконец удалось стать важным игроком для Реала под руководством Карла Анчелотти. Родриго помог сливочным выиграть чемпионат Испании с четырьмя голами и пятью ассистами в турнире. Но больше всего бразилец запомнился выступлениями в Лиге чемпионов, где стал одним из главных героев своей команды. В ответном полуфинале с Манчестер-Сити Родриго на последних минутах оформил фантастический дубль и помог Реалу перевести игру в овертайм, где Карим Бензима реализовал пенальти и вывел сливочных в финал. В решающем матче мадридцы обыграли Ливерпуль, и таким образом Родриго выиграл свою первую в карьере Лигу чемпионов. В прошлом сезоне бразилец прибавил в плане результативности и набрал в чемпионате 9-9 по системе гол-плюс-пас. Правда, единственным выигранным трофеем для Реала в той компании стал Кубок Испании. В нынешнем сезоне Родриго тоже идет довольно неплохо, на счету 23-летнего нападающего 13-8 во всех турнирах. Посмотрим, чего сможет достичь бразилец в командном плане в конце кампании. Бразилец прибыл в мадридский Реал на год раньше своего соотечественника Родриго, но на момент прихода ему тоже было 18 лет. В первых трех сезонах в сливочной футболке Венесиус все никак не мог адаптироваться к требованиям тренерского штаба. А болельщики не могли понять, по какой причине руководство выложило за игрока столь большие деньги. Все наладилось летом 21-го года, когда Реал возглавил Карл Анчелотти. Под руководством итальянского специалиста Вингера буквально прорвало. Он отметился 17-ю голами и 13-ю ассистами в чемпионате Испании, чем помог сливочным завоевать золотые медали. Также Венесиус феерил в Лиге чемпионов, где набрал 4 забитых мяча и 7 голевых передач. К слову, именно бразилец стал автором победного гола в финальном матче против Ливерпуля. В прошлом сезоне Венесиус в чемпионате забил 10 голов и отдал 10 ассистов. Статистика оказалась хуже, чем годом ранее, но визуально в плане игры наоборот складывалось такое ощущение, что футболист прибавил. Сейчас 23-летний Вингер продолжает оставаться одной из главных звезд Реала. На его счету 14 плюс 7 во всех турнирах. В чемпионате бразилиц пропустил 9 матчей из-за различных травм, что тоже повлияло на результативность. Посмотрим, сможет ли Венесиус набрать желаемую форму концовки сезона. Выступления за мадридский Реал подразумевают не только деньги и славу, а и огромное давление, которое исходит от миллионов болельщиков по всей планете. По этой причине на Сантьего Бронабеу ранее проваливались уже состоявшие опытные игроки. Что уж говорить о неокрепшей молодежи, которой сложно фокусироваться на своей игре вокруг шумихи. Друзья, как вы считаете, какого игрока из сегодняшнего ролика Реал в свое время не должен был продавать? Напишите свой вариант в комментариях, мы с удовольствием их почитаем. До скорого!